А саудовцы с помощью Украины и частично Белоруссии пытаются построить базу для своих завтрашних ядерных вооружений. Это очень страшно. Поздравляю вас, дорогие товарищи. Украинские предприятия, входящие в Государственное космическое агентство, разрабатывают аналог российского комплекса «Искандер» для Саудовской Аравии. Проект «Гром-2» на их деньги. Павлоградский химический завод получил от ряда около 40 миллионов долларов на доработку комплекса с баллистическими крылатыми ракетами. А в конце июля гендиректор НПО Павлоградский химзавод Леонид Шимон сообщил о работе предприятия на иностранного заказчика. И вот мы, наконец, узнали, кто этот самый заказчик. К испытаниям они собирались это делать к осени 16-го года. Осень 16-го года настало. Украинско-саудовское взаимодействие по созданию комплексов ракет средней дальности. С возможностью несения ядерных бойголовок. «Гром-2» – мобильная пусковая установка. Две ракеты типа «Земля-Земля». Дальность стрельбы – 280 километров. Есть опция увеличения дальности до 500. Будет использовать перспективную крылатую ракету, разработанную на базе проекта «Коршун» для поражения наземных целей. Как говорят его создатели, сможет преодолевать ПВО любой сложности, включая систему С-300 и С-400, поскольку будет лететь по непредсказуемой траектории, как и ракета «Искандер». Ну, хотеть не вредно. Реклама прям вот да. Украинские эксперты, ну, мы знаем украинских экспертов, там вот есть же блестящих экспертов, видим мы Ковтуна, Яхно, там прямо эксперты-эксперты. Не эти, другие, но точно такого же качества немедленно заговорили о том, что Саудовская Аравия вступила на стезю союзнических отношений с Украиной. Есть такая распадающаяся страна рядом с нами против России. Сия есть чушь, потому что, вообще-то говоря, ряд понятия не имеет, чего там у Киева с Москвой. Мало этим интересуется, нас сильно побаиваются, учитывая ситуацию в Сирии, побаиваются правильно, и бояться будет ещё долго. Но, как говорили в моей юности, вот есть такая поговорка «стоять бояться». Вот это тот самый. Что их на самом деле интересует? Им нужны технологии ракет оперативно-тактического назначения с радиусом от 1,5 до 2 тысяч километров. Против Ирана. Цель единственная – средство доставки ядерного оружия, чтобы не сверблюда. После иранской ядерной программы Рияда определился с приоритетами в сфере безопасности. Им нужно, чтобы страна имела паритет в области наступательных вооружений с Ираном, вне зависимости от настроений американских президентов. Они сделали простой вывод, что Штаты будут к ним охладевать, активизируется добыча сланцевой нефти, роль саудовцев как стратегического поставщика углеводородов на американский рынок будет падать. Стабильность на Ближнем Востоке по саудовским рамкам американцев не устраивает. Больше того, арабская весна просто проиллюстрировала, что Штаты не готовы вмешиваться в процессы внутри региона. Штаты не вмешались в попытку свержения короля на Бахрыне. Нет, пришлось отрабатывать саудовцам, и если бы не саудовские танки, не корабли других заливников, и, кстати, не орданские полицейские, то Иран бы просто добился свержения королевского дома. И американский флот, который на Бахрыне базируется, не вмешался. В Египте сдали мубарка, да не запонюх табаку в пять секунд, а саудовцам-то чего? Короче говоря, если экспорт шиитской революции на Аравийский полуостров пойдёт, то Вашингтон будет выжидать и поддержит отношения с теми, кто победит. И это значит, что единственное, что остановит разрушение королевства, наличие у Риада своего собственного. Повторяю, для идиотов из Пакистана полученного, да, у нас же не разработанного самими, но собственного ядерного оружия и средств его доставки. Американцы блокируют саудовские попытки закупить соответствующие ракетные технологии. Эта эмбарго была несколько ослаблена по отношению к продаже некоторых видов беспилотников. Но израильские беспилотники, которые закупают и Эмираты, и Саудовская Аравия через ЮАР, они закупаются ведь с категорическим условием никаких американских запчастей. Правда, интересно? Интересно. Так вот, саудовцы сейчас проявили интерес к украинскому и белорусскому рынку вооружения. В Минске Саудовская Аравия пытается проработать вопрос об изготовлении передвижных шасси для ракетных комплексов. Тяжелые тягачи. Помните, на парадах у нас ходили ракеты, они же на чем ходили, на каких шасси? На тяжелых тягачах, да. Ну, белазы всякие, мощные же. Вот оно-оно. А ракеты им обещали сделать на Украине и получили под это аванс. Но, смотрите, 40 миллионов долларов – это не те деньги, которые нужны для разработки и для серийного производства таких комплексов. Более того, Украина сегодня не может самостоятельно изготовить ракету с необходимым саудовцам набором тактиков и технических характеристик в железе. Больше того, еще же ее надо испытать, запустить в Сирию. Развалена полностью. Значит, это или авантюра – богатые, глупые заказчики разводятся хитрыми, умными, да. А что лоха не развести на деньги, говорили бы в этой ситуации на Одесском привозе. Либо это, ну, понимаете, упоминание про то, что они С-300 обойдут, С-400 пройдут. Ну, хорошо, С-600, никто не знает, что это такое, но тогда обещать не значит жениться. С-300 есть у иранцев, и обещания эти понятны для клиентов, которые собираются воевать или поддерживать баланс отношений с иранцами. Что более вероятно, саудовцам просто под видом проектных работ продают старую советскую документацию в области ракетостроения. А дело в том, что в рамках программы модернизации вооружённых сил, саудовцы горят желанием создать заводы по производству ракетного оружия исключительно на своей территории. А это значит, что украинский ВПК активно торгует ракетными технологиями со страной, которая входит в негласный, но более чем явный чёрный список стран, которым импорт подобного вооружения в редакции сегодняшней администрации Соединённых Штатов категорически запрещён. Заявленный радиус изделия 280 километров полёта – это отвлекающий манёвр, чтобы закамуфлировать истинную цель всей этой операции перед Соединёнными Штатами. Не могу сказать, чтобы в этой ситуации можно было быть в восторге, но, в принципе, остатки технологий советских на Украине есть. Торговать Украина ими будет куда угодно. Я не удивлюсь, если будет торговать не только ракетными, но и ядерными технологиями. Может быть, это способ какой-то шантажа со стороны Украины? Дайте денег, иначе мы сейчас начнём. Да нет, просто жадные люди. Денег хочется, что угодно, кому угодно они продадут. Слушайте, я с Ираном сто раз говорил, отстаньте вы от нас с вашими санкциями, с американцами, когда посмотрите, наконец, на Украину, на ядерные технологии, на людей, которые занимаются этим на тех или других уровнях. Там же всё есть, у них ничего нет, и что у них есть, они всё всем продадут. Нет, только Россия, вот мы при всём том, что у нас, да, конечно, соперничество, и конкуренция, и много чего, и все-всех не любят. В жизни никогда Россия не торговала ракетными ядерными технологиями со странами, которым это, мягко говоря, не надо продавать. Ну, не было такого, потому что завтра тебя же ими и накроют.